На этой неделе в своих квартирах мы должны были почувствовать тепло от наших батарей. 15 октября старшее поколение особенно помнит. Это традиционная дата начала отопительного сезона. А тепло ли в регионах, в квартирах, на улице, наши корреспонденты? В Харькове, хоть и солнечно, но уже третий день температура не выше 5 градусов. А ночью и вовсе опускается до нуля. Отопление пока не включили, обещают 1 ноября. Если будет холодно и дальше, коммунальщики должны начать отопительный сезон раньше. Раньше, когда температура ниже 8, продержится 3 дня. По словам чиновников, и области город к зиме готовы. Чтобы включить батареи, ждут только отмашки из Киева. Тем временем харьковчане греются как могут. Используем обогреватели масляные. Используем электричество больше? Да, немножко. Там, где дети находятся. Все одеваю на себя, в принципе. Вот так взяла и все одела на себя. А ванной помыться, потому что холодно и так далее. Окна есть, двери закрываем, щели не оставляем. Кошку под бок. И все нормально. Перебои в городе с горячей водой. Еще с конца сентября ее обещали давать по графику. Правда, на сайте теплосетей он так и не появился. А отключают без предупреждения. Коммунальные предприятия Харькова тем временем призывают горожан экономить. Например, Харьковгаз даже разработали памятку, как согреться и при этом не зарасходовать много голубого топлива. Правда, такая экономия обойдется в копеечку. Среди ценных советов покупка современного газового оборудования, замена окон и дверей и утепление стен и пола. То есть, чтобы сэкономить газ, придется сделать ремонт во всей квартире. Во Львове сейчас тепло и об отопительном сезоне как-то и не думается. Днем солнце, как видите, многие ходят в верхней одежде с коротким рукавом. Вместе с тем, минувшей ночью были первые заморозки и в квартирах холод все же ощущается. Температура опускалась местами до плюс четырех. Насколько нам известно, тепло в городские квартиры еще не дали. Вот, что говорят сами львовяне. Нема еще тепла, не начался еще опаливальный сезон. В квартире холодно, в квартире сыр, потому что от пары, соответственно, волога. Все. Коли очи пометят? Ну, я думаю, что, возможно, как позимнее, то тут и дадут. Правда, официально отопительный сезон во Львове уже начался. По данным местных властей, тепло подается в роддома, больницы, детсады и школы. А вот будет ли тепло в многоэтажках, пока под большим вопросом. 29 домов в одном из районов города технически пока не готовы принять тепло. В Запорожье ночная температура уже понижается до нуля, соответственно, похолодало и в квартирах. Это очень холодно. Такого у нас, по-моему, и не было никогда. Чтобы у нас 4 градуса было и не дали нам тепла. В это время года запорожцы всегда были с теплом и горячей водой. Сегодня в городе нет ни того, ни другого. И нагреть остывшие за время заморозков дома в ноябре будет куда сложнее. Тем временем концерн «Городские тепловые сети» уже отчитался к отопительному сезону, готовы на все 100. И пока чиновники ждут отмашки из Киева, запорожцы согреваются сами. Все равно сейчас практически у всех же кондиционеры. Вы же понимаете, что спасаемся. В Запорожье все-таки электростанция такая, гидроэлектростанция. Так что позволяет включать электрообогревательные приборы пока. У нас солнечная сторона, нам хорошо греет солнышко. У нас тепленько. Я на девятом этаже, у нас тепленько. Вот, так что вода горячая есть. Бойлер поставили, вода горячая есть. А вот некоторые коммунальные предприятия уже отказались от централизованного отопления своих зданий. Сотрудникам и арендаторам предлагают закупать обогреватели самостоятельно и приносить с собой. А еще запорожцы стали массово утеплять наружные стены. Специальные бригады практически на распад. Без выходных. Работаем без выходных, потому что постоянно заказ на заказе. В Днепропетровске средняя температура в большинстве квартир колеблется от 16 до 19 градусов. Ну, ну, как у дити, то и не мерзнем. А как раздельнемся, то и мерзнем. Масляная батарея обогреватель или кондиционер? Ничего страшного. Переживем. Надеюсь, потеплее все. Как заявили городские власти, все 540 котелин Днепропетровска к работе полностью готовы. Централизованное отопление включат согласно общепринятой формуле ниже 8 градусов тепла в течение трех дней. В Днепропетровске пошли уже вторые сутки, но пока неясно, потеплеют ли батареи уже послезавтра. Исключение составят лишь больницы и детские учреждения. По мере необходимости подавать тепло в них планируют раньше. В Никталаеве проблем с горячей водой нету. Ей здесь просто нет уже более 10 лет. А вот центральное отопление в городе включать не спешат. Причина та же, что и по всей стране. Местные власти ждут команды Кабмина. А тем временем горожане достают из шкафов теплую одежду. Когда дома, то постоянно втягнута кофта, еще одна кофта. Детям тоже уроки учат. Она сидит втягнута, но здесь комфорт не жить вот у нее. Из-за задержки с поставкой газа может сбиться график обучения в школах, чтобы дети не сидели в холодных классах и могут продлить осенние каникулы. А пока средняя температура воздуха позволяет чиновникам экономить. Оно и хорошо, говорят в Одессе, поскольку выделенных лимитов на газ в нынешнем году может и не хватить. Из-за этого в разгар зимы в столице юмора может пропасть горячая вода. Но батареи обещают держать теплыми. Обеспечить нормальный температурный режим во время прохождения отопительных сезонов мы сможем. Мы сможем, но единственное, скорее всего, что нам придется отказаться от такой услуги, как подача горячей воды. Такая же ситуация с задержками и лимитами в солнечном Херсоне. Но там ситуацию спасает география. Херсон все-таки южнее Харькова и Киева, поэтому там на пару градусов теплее. И херсонцы не жалуются. Кирилл Ющишин, Сергей Бордюжа, Лидия Калинина, Андрей Анастасов, Геннадий Вивденко. Подробности недели. Телеканал Интер.